На Картамышевской 40 отремонтировали кровлю. Виолетта рассказывает, этого ремонта она не могла добиться больше года. И как результат бездеятельности коммунальщиков, мокрые стены и отклеивающиеся обои. Вообще там течет уже год. Вот если у нас нет дома, то оно все течет под кровать, под ламинат. Вот сейчас даже влажные стены. Потеки были и в парадной. Каждый дождь оборачивался настоящим потопом. Еще год назад, устав от нежелания сотрудников ЖКСа Хмельницкий выполнять свои обязанности, одесситка перестала платить за СДПТ. В итоге коммунальщики все-таки обратили внимание на проблему протекающей кровли. В ответ одесситка заплатила в ЖКС 800 гривен. Я им оставила 800 гривен на рубероид, который они купили, но который у них там полтора месяца потом лежал. Его никто не пришел, не постелил, потому что кровельщики были сначала, как мне сказали, в отпуске, потом были непогоды, потом еще было 20 квартир, кроме меня, которые тоже ожидают. Позже коммунальщики все же появились. Но во время первого же дождя выяснилось, ремонт был проведен некачественно. Девушке ничего не осталось, как обратиться за помощью в Центр защиты одесситов. Чтобы решить проблему протекающей кровли в этом доме, правозащитник Алексей Сауленко отправился в ЖКС Хмельницкий. Картамышевская, 40, больше года обращаются по ремонту крыши, но письменно обратились где-то месяц назад. И даже договорились, что часть оплатят сразу. И оплатили 800 гривен, ЖКС и бухгалтеру отдали деньги. На этой неделе мы постараемся сделать вам крышу. На этой неделе. Вскоре кровлю на Картамышевской отремонтировали. Хочу поблагодарить Центр защиты одесситов за проделанную работу, выразить слова благодарности. Спасибо большое. Крышу сделали. Долго пытались решить этот вопрос, но самостоятельно ничего не удавалось. Поэтому без мешательства, конечно, Алексей Сауленко и его команда, наверное, вряд ли бы от чего-то добилась. Но крышу сделали. Бунина-2. В очередной раз в ЖКС Портофранковский играют с жизнями одесситов. Добиться от Виктора страшного сноса этого аварийного дерева местные жители пытаются более двух лет. А это разбитый шифер с крыши этого дома. Во время последнего урагана сухие ветви этого дерева упали на кровлю. Лишь чудом никто не пострадал. Вот шифер побитый, вот весь сняли. Вот видите, вот тут трещина текла, и там в комнате... То есть это ветками разбило? Ну да. До окон вот сколько не достало. Сейчас я вышла. Посмотрела, когда ветер сейчас был. Опять шатает его. Ну вы же видите, что оно гнилое. Из-за разбитой кровли одесситки затопило квартиру. На потолке до сих пор мокрые пятна. Пенсионерке ничего не осталось, как заменить шифер за свои деньги. Я потом выбежала на улицу, поймала каких-то ребят. У меня был запасной шифер, чтобы мне умоляла, их чуть ли на коленях не стояло. Они полезли на чердак и устранили мне, чтобы это не текло хотя бы. Последнее заявление с требованием снести эту акацию Александра Петровна написала еще в начале ноября. Однако реагировать коммунальщики не спешат. А после региона вот у меня заявление. И я хожу уже два с половиной месяца. Начальник сказал, оно же не с корнем вырвало. Сейчас пойдете в четвертый номер, увидите. Его держат в лестнице. И это при том, что сухие ветви этого дерева продолжают падать. Я только подметала, я тут белье вешаю. Вчера оборвался вон, гнилой кусок. Устав терпеть подобное издевательство со стороны ЖКС Портофранковский, Александра Петровна обратилась за помощью в Центр защиты одесситов. Чтобы помочь добиться сноса этого дерева, команда Центра защиты одесситов отправилась к Виктору Страшному, директору ЖКС Портофранковский. Тут чиновник заверил, дерево снесут в течение недели. Аварийное дерево после урагана растет во дворе Бунина-4. Упало на дом. Женщина живет по Бунина-2, это рядом двор. Оно перевешивает через забор, и ветки дерева сейчас падают на ее шифер, разбивают шифер, у нее затекание хворсили. Во время последнего урагана упало более 220 деревьев. Осталось уже единицы. Об этом дереве женщина вот уже два года сообщает. Я хожу с ЖК, а я не выхожу. Думаю, получится до нового года, значит, с ними гарантирует погода. Значит, до нового года мы ставим врачебу. Пусть была приятная погода, значит, уберем до нового года. Ну и спустя месяц к дереву на Бунина никто так и не притронулся. В очередной раз Виктор Страшный доказал, безопасность одесситов, как и выполнение своих обязанностей, его абсолютно не волнуют. Узнать, почему аварийное дерево до сих пор не снесено, команда Центра защиты одесситов отправилась в Горзелентрест. Хотим напомнить, что директор этого коммунального предприятия так и не назначен с августа прошлого года. А главного инженера, в обязанности которого входит ввести прием, как исполняющего обязанности директора, застать на рабочем месте не так просто. Центр защиты одесситов Алексей Асаленко. Скажите, сейчас приемное время, и вы замещаете директора и должны быть на прием. Вы сказали, полчаса только что. Приезжайте, пожалуйста, мы вас ждем. После разговора с правозащитником главный инженер появился, и тут выяснилось, заявку на снос дерева Виктор Страшный так и не подал. Обращались в ЖКС Портофранцузский по сносу сухого дерева, аварийное, которое упало на дом. Там ответили, что снесут еще до Нового года. Хотели бы разобраться, подавали ли они вам заявку, и если нет, то может быть с вами договориться и что-то сделать с этой ситуацией. Ну, ничего не надо договориться. Я, в том числе отвечу, пока я ехал, по телефону уже набрал директора ЖКС Портофранцузского страшного. И там аварийный тополь, да, он наклонился, уперся в забор, так как он мне рассказал. Я этого дерева не видел. Заявка в Зерентресе тоже перезвонил, поступало ли нам. Сейчас проверили два отдела, которые занимаются заявкой. В заявке не поступало. Он мне обещал, что до Нового года он получил ордер на снос. И на днях клонирует снести это дерево. Центр защиты одесситов проследит, чтобы опасное дерево на Бунина было снесено. И не позволит директору ЖКС Портофранковский Виктору Страшному рисковать жизнями одесситов.